Спасибо, сердечная вера. Я хотел еще одного человека позвать сюда. Это Игорь. Если вы заметили, в начале, когда мы начали программу нашу, был фильм, где Игорь зачитывал тексты Священного Писания, где Павел говорил о любви Божьей во Христе Иисусе. Я хотел бы, чтобы Игорь, когда мы готовили программу, это было его предложение, чтобы мы зачитали именно этот стих. Поэтому, Игорь, скажи нам, почему ты хотел именно этот стих зачитать? Ну, этот стих на самом деле отражает всю суть Писания. И чтобы правильно, наверное, чтобы ответить на этот вопрос, я должен сделать отступление. И просто важно понимать, что я делю свою жизнь. У меня было две жизни. Жизнь, которая была до Христа, и жизнь, которая была после того, когда я встретил Христа. Хорошо. Расскажи о твоей жизни, которая была до Христа. Ну, ты знаешь, у нас у каждого есть свое мировоззрение. И я родился и вырос в стране, которой уже нет на карте, как и многие из нас здесь в зале. И вы знаете, что в то время, когда мы жили и росли в этой стране, атеизм и советская идеология, наверное, были доминирующей религией. И для меня представления о Боге, они были такие размытые. У меня было свое представление о Боге, которое было удобно мне. Мне не нужен был Бог, который где-то там, которого кто-то проповедует, где-то в Писании. У меня был свой Бог, которого я придумал для себя. И этот Бог, он... Он просто было с ним очень удобно жить. Ты знаешь, как бы... Как будто есть какое-то представление о Боге, которое тебе очень удобно, но это не соответствует действительности. И я жил, как эти люди. Вот в этом видео мы смотрели, что будет дальше. Я же учился в школе и мечтал о том, что я поступлю в институт. Потом я поступил в институт и мечтал о том, когда я его закончу. Меня забрали в армию, я ожидал, когда я выйду из нее и так далее. Вышел? Вышел, да. То есть кто был в армии, вы знаете. Все было, это очень интересно, конечно. Потом была семья, ребенок. Так, нормальная жизнь. То есть можно сказать, что ты достиг те цели, которые ты себе поставил, да? Ну нет, цели были потом. Это еще только начало. Только начало. Цели были потом, когда мы уехали, мы закончили учебу, мы уехали в большой город. И у нас тогда действительно появились цели. Мы думали, вот сейчас начнется настоящая жизнь. Потому что, правда, тогда уже той страны не стало. Все развалилось. Но цели были, цели были. Нужно было обеспечить семью. Хотелось купить квартиру, машину, жить как все. И, знаешь, по-нормальному. Ну, и вы достигли этих целей? Ну да. Мы достигли этих целей. Появилась работа, потом был бизнес, потом были деньги, потом была квартира, машина. Все остальное, что я думал тогда, что должно было принести счастье. Но вместо этого появилось, ну не то чтобы разочарование, но какое-то чувство, что, если честно говорить, это, скорее всего, породило больше гордости, тщеславия и много греха. Ты знаешь, я смотрю на свою жизнь тогда, и мне поражает, что я грешил, и я думал о себе как об очень приличном и хорошем человеке. То есть я смотрел на себя и думал, слушай, ну да, я неправильно поступил, я переступил через кого-то. Но у меня есть оправдание, я это делаю ради чему-то, я это делаю ради семьи, я это делаю ради того, что, ну просто так надо. И получил ли ты удовлетворение в своей душе, когда вот ты достигал вот этих целей? Удовлетворение? Нет. Ты знаешь, мы в конечном итоге, когда все вот то материальное, чего ты хотел добиться, ты добился, оно, как у экклесиаста, оно принесло разочарование. И какой-то был такой тупик, мы думали, как из него выйти, и мы решили, наверное, мы живем не в той стране, наверное, нам нужно уехать. Мы решили, приняли решение, что мы уедем из этой страны, и родители нас не понимали, конечно, они смотрели, они говорили, слушай, у тебя все есть, зачем тебе нужно еще куда-то ехать? Ну, так и мы уехали, и потом мы переехали на другой континент, мы были в Америке, потом в Канаде, и в конечном результате потом был духовный тупик. Нашли ли вы смысл жизни в Канаде? Ты знаешь, нет. Нет, но 13 лет назад, уже будучи здесь, помнишь, я говорил о том, что я смотрел на свою жизнь, и я грешил, и при этом я считал себя очень приличным человеком. Потом пришло осознание, что вот этот путь, это был путь к смерти, потому что, я сейчас уже смотрю на это, как бы, прошли годы, я смотрю на себя со стороны, и я вспоминаю слова, писали, это книга-притча, 14 глава, по-моему, где Слово Божие говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. И вот это осознание, что я иду к смерти, оно как-то заставило задуматься, что дальше. То расскажи, что произошло с тобой, как ты пришел к Иисусу Христу? Ну вот, когда я был в этом тупике, это был духовный тупик, в первую очередь, и люди пригласили меня в эту церковь, я пришел в эту церковь 13 лет назад, и в этой церкви я услышал Слово Божие, Слово, которое изменило мою жизнь, оно подарило мне новую жизнь, и потом уже было покаяние, было крещение. Я не скажу, что все было гладко, были сомнения и были испытания, но потом, ты знаешь, это была уже жизнь другого качества, это была новая жизнь, жизнь во Христе, самая лучшая жизнь, которая может быть. Как смерть и воскресение Иисуса Христа решает вот эту проблему греха, о которой мы только что говорили? Вот, возвращаясь к моему первому вопросу, почему я выбрал именно пятую главу Римлянам, в этих стихах говорится о том, что мы можем, мы можем иметь мир с Богом через Иисуса Христа. Мы получаем прощение грехов, мы получаем спасение даром. Причем нам нужно понять, что даром, как мы поем в песне, Бог дает прощение даром, но это даром для нас. Для Бога это стоило дорого. Ему пришлось прийти в теле Иисуса Христа, чтобы умереть за нас, но нам Он это дает даром. И вот эти стихи, которые я читал на видео, но Бог свою любовь доказывает тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Это моя история. Слава Господу. Спасибо, Игорь. Спасибо. 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 Спасибо.